Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 1, вопрос 409. Если ребёнок боится темноты, что делать и нужно ли ребёнку покупать игрушки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Темнота пугает не только ребёнка, но и закалённых воинов. Темнота есть неизвестность и прообраз будущей муки. Это одна из египетских казней. И это иногда бывает полезно, чтобы мы желали находиться во свете со Христом, ибо Он есть свет. Неведение и тьма сродственны. Ребёнку нужно разъяснять, не жалея времени, насколько осторожным нужно быть в темноте. Не упасть, не разбиться, не погибнуть. Если же он боится темноты в собственной комнате, то старайтесь чаще выключать свет и побыть с ним, подходить и ощупывать предметы, которые вызывают у него страх, и всё это делать с молитвой. При мудрости Соломона, 17 глава, 11 стих. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Страх рождает чудовищ. Сказки, фильмы, ужастики в кавычках и компьютерные игры – наилучшая питательная среда для того, чтобы сделать ребёнка трусливым, нервным, психически неуравновешенным, болезненным, неполноценным. Классики описывают случаи, бывшие с ними, как они наспор ночью ходили на кладбище взять положенную там днём вещь, без света ночью одному мыться в бане. Темнота закрепляет в ребёнке надежду на Бога. Навык обращаться в молитве к ангелу-хранителю. Не держите ребёнка в тепличных условиях. Могу поделиться своим опытом. Однажды, в пятилетнем возрасте, когда я спал на полу, проснувшись, в лунном свете я увидел что-то страшное, чёрное под лавкой, и громко закричал. Проснувшийся отец вместе со мной добрался до этого чёрного, дал мне пощупать двухведёрный чугун и вывел на улицу. Рядом с домом в загородке находились овцы, которых он пас, более тысячи голов. Ещё с вечера я видел, как отец заряжал патроны без дроби для отпугивания волков. И он мне, пятилетнему, дал выстрелить в ночную темноту. Она навсегда была для меня расстрелена, и больше я никогда не боялся темноты. Точно так было у Хаджи Мурата в рассказе Льва Толстого. Или ещё. Мне было 26 лет. Жил на квартире в Искитиме у Захаровой и у Литты Григорьевны. Они только что построили большой пятикомнатный дом. И её семью накрывает волна трагедий. Восемнадцатилетнего сына Колю по халатности прораба убивают на стройке. Второй сын Гриша лезет в петлю, и его с трудом спасают. Дочь выходит замуж за офицера и уезжает в Болгарию. Мужа зарезали на операции, и последний сын женится. Попадается лихая сноха и дико восстаёт против свекрови. Они уходят из дома, и она остаётся одна. Когда она меня взяла на квартиру, дом был полон стуков, шорохов, каких-то хождений по потолку в ночное время и голосов. Хозяйка уезжает, и я остаюсь один. В это время я усиленно занимаюсь изучением Библии и конспектирую Иоанна Златоуста. Зима, в комнате тепло, и вдруг, как будто кто-то подходит ко мне сзади и сжимает меня за плечи, и мне как бы слышится голос. Не выключай свет, я сразу нападу на тебя, ты сойдёшь с ума, бросишься в окно. Холод пробирает меня, и я сразу же становлюсь на колени и молюсь до тех пор, пока внутренний свет не прогоняет эту тьму. И так несколько раз за один вечер. Ложусь спать, после молитвы ещё раз читаю «Да воскреснет Бог», но над всем преобладает мысль «Не выключай свет». А я отвечаю «Да не будет, по-твоему, дьявол!» Выключаю свет и через 15 секунд полностью засыпаю. Сарай с углём и дровами стоит в отдалении. Отныне я никогда не включаю свет, всё делаю на ощупь, по тьмах, читая молитву. Полная победа по сегодняшний день. Родить и воспитать ребёнка – это не одно и то же. Родите его духовно, покажите ему великое звание христианина. Да будет это смелый боец, воин Христа от юности, с младенчества. Игрушки ребёнку нужны, но самые дешёвые и простые. Жизнь – не игра. Уничтожьте все сказки. Учите по Евангелию его. Приучайте его к подвижным играм на свежем воздухе. И не постыдитесь в них поучаствовать сами. Вы никогда не пожалеете о потраченном времени, проведённом с ребёнком. Поспешите, поторопитесь установить алтарь Христу в его душе. Поднимайте его как можно раньше, желательно в пять часов, и чтобы он участвовал с вами во всех ваших работах. Душа ребёнка – чистый лист. Не давайте дьяволу засевать его своими «злаками» в кавычках. Дети, воспитанные во Христе. Вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать её великой и славной. Но, увы, являясь создателем и начальником православного детского лагеря Стана, вот уже 28 лет, я вижу, как год от года деградирует нация. И что всего ужаснее, самые негодные дети из христианских семей, злобные, ленивые, обжоры, лукавые и лживые. «На помощь твою надеюсь, Господи!» Бытие, 49 глава, 18 стих.